Приветствую зрителей национальной вещательной компании САХА. В прямом эфире вы смотрите совместные агитационные мероприятия к выборам президента страны 18 марта. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Начинаем мы по порядку регистрации кандидатов. Итак, доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии ЛДПР Владимира Жириновского Надежда Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидатов в президенты России Владимира Путина Павел Алексеевич Маринычев. И доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии Партия Роста Сергей Владимирович Тимошенко. Добрый вечер всем, уважаемые участники. Тема нашего сегодняшнего эфира – здравоохранение в России. Также мы поговорим о сбережении нации. Первый вопрос. Богатство любого государства, как известно, это его население. Но чтобы человек активно жил и работал, надо, чтобы он был здоров. Итак, в этой связи обсудим с вами достоинства и недостатки российской системы здравоохранения. По традиции, Надежда, вы начинаете. У вас две минуты. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Хотела бы сказать, что с 1992 года Россия перешла на новую страховую модель финансирования здравоохранения, которая в настоящее время не соответствует Конституции Российской Федерации, статье номер 41. Вообще, в целом, хотела бы сказать, что сегодня здравоохранение на самом деле не в самом лучшем состоянии. Можно сказать, даже в плачевном. Владимир Жириновский в своей программе очень хорошо описал здравоохранение и о том, как его нужно сегодня исцелить. Недостатков, конечно, у нас сегодня много. Первый недостаток – это, соответственно, мы не можем производить нормальные лекарственные препараты. У нас отсутствует сегодня доступная медицинская помощь населению. Надо сказать, что с 2012 года после реформы 30% лечебных учреждений были сокращены, закрыты. В том числе 160 тысяч врачей остались без работы. За прошедшие вообще, в принципе, 25 лет была уничтожена санитарная авиация. Множество сегодня у нас проблем на самом деле в здравоохранении. И в программе Жириновского описано, как это можно исправить. Поэтому, уважаемые наши избиратели, голосуйте за Жириновского, ознакомьтесь с его программой подробно. Потому что в две минуты я не смогу описать то, что предлагает Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня надо понимать, что здоровая нация и здравоохранение также должно развиваться, как и экономика, как и внешняя политика. То есть все институты власти должны работать на то, чтобы Россия поднялась с колен. Голосуйте за Владимира Вольфовича. Спасибо. Достоинства и недостатки российского здравоохранения, Вячеслав Семенович, ваши две минуты. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Как вы знаете, на этой выборной кампании Коммуническая партия РФ выдвинула Грудини Павла Николаевича. Как патриот, государственник, хозяйственник, человек ответственный, Павел Николаевич Грудини понимает о том, что без медицины, доступной, бесплатной медицины, невозможно говорить о здоровой нации. Мы понимаем, что нынешняя система, которая сложилась в медицине, она, конечно, нас не устраивает. Та медицина, которая сейчас, правда, она объявлена бесплатной, но она доводит людей на то состояние, когда человек вынужден идти на платные услуги. Потому что на данный момент, как показывает практика, она не оправдывает те сели, которые были заявлены заранее. Мы понимаем, что на данный момент, когда говорим о медицине, вопрос стоит по обеспечению лекарства. Как было сказано ранее, медицинское лекарство, у нас очень много подъемных лекарств. Потому что на данный момент наша промышленность не может обеспечить достойно наших граждан лекарством, качественным лекарством. Поэтому, исходя из этого, Павел Николаевич Грудинин однозначно заявляет о том, что все формологические производства, которые были разрушены в свое время, в 90-х годах, она должна быть восстановлена. Мы понимаем, что медицина, как такое, она должна быть однозначно не на бумагах бесплатной, а на деле. Чтобы каждый человек, который приходит в больницу, получил достойную медицинскую помощь, несмотря на его кошелек. Поэтому, товарищи, мы вас призываем прийти в избирательный участок 18 марта и проголосовать за нашего кандидата Павла Николаевича Грудинина. Спасибо. Достоинства и недостатки российского здравоохранения. Павел Алексеевич, ваши две минуты, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые участники дебатов. Мы традиционно послушали критику. Давайте теперь поговорим о фактах и о конкретных предложениях. Начну с цитаты. Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного богатства России. Это слова Владимира Владимировича Путина. Система медицины, система здравоохранения в России существует. Она представлена тремя звеньями. Первое – это, конечно, первичное звено. Второе – это система республиканских больниц, региональных больниц. Третье – это крупные медицинские центры в столицах. Все эти три звена объединяются системой экстренной медицины. И эта система действительно работает. Три фактора, которые необходимы для того, чтобы улучшать эту систему. Повторюсь, она существует. Во-первых, конечно, это сами объекты здравоохранения. И они строятся. В республике Саха-Якутия только за последние 7 лет их было построено 104. Второе – это, безусловно, материально-техническая база и высокотехнологичное оборудование. Как мы все знаем, в соответствии с указом Путина Владимира Владимировича, производится кардинальное обновление оборудования во всех лечебных учреждениях. И третье – это, безусловно, кадры. Кадры решают все. И для того, чтобы привлекать в отрасль новые кадры, подписан и реализован указ Путина о повышении заработных плат для работников здравоохранения. Куда нам двигаться дальше? Конечно, та система, которая создана, создана при Владимире Владимировиче Путине, она должна развиваться. И здесь основное направление, безусловно, это качество. Качество – качество предоставления медицинских услуг. Голосуя за Владимира Владимировича Путина, мы с вами, уважаемые друзья, будем голосовать за доступную медицину, за качественную медицину, за наш с вами долголетие. Сергей Владимирович, вопрос тот же, две минуты, пожалуйста. Все мы знаем, в каком состоянии находится система здравоохранения в Российской Федерации. Для этого не надо быть экспертом, достаточно прийти в ближайшую поликлинику. Современное оборудование отсутствует, квалифицированные кадры отсутствуют, медикаменты отсутствуют или дороги. В России пока доминирует принцип «человек для государства», а не «государство для человека». И государственные расходы на социальную сферу рассматриваются не как инвестиции в человеческий капитал и будущий рост, а как невозвратные расходы. Показатели здоровья населения и смертность у нас на уровне стран Африки. 40% мужского населения не доживает до пенсионного возраста. Причем на 2017-2019 годы расходы на здравоохранение снижаются. А это повлечет за собой ухудшение качества, уровня жизни и увеличится смертность населения. Низкий уровень доходов работающего населения является одной из основных причин низкого уровня и качества жизни населения. Низкая мотивация бизнеса и населения платить страховые износы из-за непрозрачности, нестабильности систем, обязательного медицинского страхования, пенсионного и социального страхования. При этом высокие, большие бюрократические барьеры для частных инвестиций в систему здравоохранения. При этом эффективность работы медицинского персонала оценивается по количеству пациентов, а не по качеству и результату лечения. Борис Юрьевич Ситов с 2005 года разрабатывает стратегию роста страны. Это социально-экономическая программа России. Борис Юрьевич, спасибо. Уважаемые участники, эксперты выделяют ряд проблем в отрасли. Это нехватка квалифицированных специалистов, это нехватка лечебниц, медицинского оборудования. Вопрос. Каковы предложения ваших кандидатов по решению вот этих основных, главных проблем в области здравоохранения? Надежда Викторовна, пожалуйста, две минуты. Уважаемые избиратели, нам сегодня нужно изменить систему затрат на медицинскую помощь. Нам нужно вернуть обратно государственное финансирование в той мере, в котором оно должно состоять. Сегодня в каждой больнице должно быть современное оборудование, современные лекарственные препараты, которые производит наше государство. Вы знаете, на сегодняшний день, к сожалению, действительно, когда придешь в нашу поликлинику, не всегда ты можешь получить достойное бесплатное медицинское обслуживание. Сегодня есть заработные платы, на самом деле, медицинских работников. Я не говорю конкретно о врачах, я говорю конкретно о медсестрах, санитарках. Те, которые тоже вносят непосильный вклад в работу медицины, не всегда достойно оплачиваются. Сегодня для того, чтобы поднять здравоохранение с колен, исцелить его, нужно еще раз сказать о том, что должны работать все институты власти. Чтобы поднять здравоохранение, также должна работать и социальная политика. Мы сегодня должны сберечь нацию, сберечь наших детей. И только при доступной медицине, при производстве собственных лекарств мы можем это сделать. Поэтому медицина сегодня должна стать бесплатной, доступной для каждого гражданина. Мы сегодня должны порвать этот порочный круг, когда платные услуги превышают бесплатные. Пусть платными услугами пользуются те, у кого доход выше среднего. У кого доход превышает расходы. Поэтому голосуйте за Жириновского, пусть медицина будет бесплатна. Спасибо. Вячеслав Семенович, как решить главные проблемы российской медицины? Две минуты. Ну, как показывает практика, товарищи, Россия сейчас живет от выборов до выборов. Это, конечно, печально. В преддверии этой выборной кампании, этих выборов, ну, за год началась работа, ну, реформы проводили, в плане того, чтобы повысить зарплату в бюджетной сфере. Также повышалась зарплата медицинских работников, также повышалась зарплата учителей и так далее. Соответственно, это не тот подход, который предлагает Павел Николаевич Грудин. Системный должен быть подход, а не как скачкообразный. Поэтому Павел Николаевич Грудин однозначно стоит за то, чтобы каждое медицинское учреждение должен быть тот узкий круг специалистов и те специалисты, которые требуются. Соответственно, на этом уровне они должны получать достойную зарплату, а не от выборов до выборов. Исходя из этого, посещая районы нашей республики, еще раз убеждаемся, что нехватка специалистов – это не только голословные слова, товарищи, это и реальность. Поэтому мы предлагаем, вот Павел Николаевич Грудин в своих задачах тоже ставится, чтобы каждый человек не сколько там, это самое, только от выборов до выборов, а конкретно времени должен быть обеспечен местом труда. Соответственно, человек труда, только человек, который имеет труд, может быть обеспечен, он может вести здоровый прожитник. Исходя из этого, мы когда говорим здоровье, мы понимаем, что это не только лекарства и так далее, это и есть профилактика, это и есть здоровая пища. А мы сейчас чем кушаем? Что кушаем-то у себя на столах? На столах у нас тоже буш, это самое, те модифицированные продукции, которые искалечат нас, и реально, и так далее. Поэтому, товарищи, исходя из всего этого, надо поднимать на это производство. Надо, в каждом деле должно быть, профессионалы должны работать. Соответственно, только исходя из этого, исходя из того, что предлагается нами, можно поднять Россию в целом. Поэтому, товарищи, еще раз вас призываю голосовать о Павла Николаевича Грутина. Спасибо. Павел Алексеевич, предложение вашего кандидата, как решить главные и основные проблемы в отрасли. Две минуты. Не хочется повторяться точно так же, как наши оппоненты, не хочется говорить лозунгами, хочется говорить о конкретике. Во-первых, Вячеслав, большое спасибо за признание несомненных успехов в здравоохранении, которые мы достигли благодаря политике Путина. Единственное, хотелось бы поправить. Вот увеличение заработной оплаты в сфере здравоохранения, это не скачкообразный процесс, это кропотливая работа, которую Путин проводил, начиная с 2012 года в рамках своих указов. Конечно, проблем остается очень много. И прежде всего, это вопросы, связанные с медициной в небольших населенных пунктах. Здесь работа, безусловно, проводится. Путин сказал о том, что следует обратить особое внимание на сохранение и создание новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах. Там будут создаваться ФАПы, будем возрождать то, что утрачено, и развивать новое. Во исполнение этого тезиса проводится работа по привлечению новых кадров и туда, в небольшие населенные пункты. Это такие программы, как «Земский доктор», по которому каждый доктор, молодой, который приезжает на село, получает 1 миллион рублей подъемных, если он готов проработать в небольшом населенном пункте 5 лет. Это, конечно, задачи по дальнейшему укреплению материальной технической базы наших лечебных учреждений. Посмотрим, опять-таки, на факты. Только за последние 3 года в Российскую Федерацию и в лечебные учреждения Российской Федерации привлечено 400 тысяч новых единиц оборудования. Это факт. Дальше. Наша задача – это, конечно, ранняя диагностика. Наша задача – это профилактика. Голосуя за Владимира Владимировича Путина, мы, уважаемые друзья, голосуем за свое здоровье. Спасибо. Сергей Владимирович, Ваша очередь. Как решить главные проблемы медицины? Предложение Вашего кандидата. Две минуты. Как я уже говорил ранее, в Институте экономического роста имени Столыпина под руководством Бориса Юрьевича Титова был разработан такой документ. Это среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года. Сейчас она рассчитывается уже до 2035 года. В этой стратегии роста есть целый пункт, посвященный улучшению социальной жизни населения. Самый главный принцип изменений, который необходимо сейчас провести, это расходы бюджета на социальную сферу. Необходимо признать не безвозвратными субсидиями, а инвестициями в человеческий капитал, а значит в экономический рост и увеличение доходов бюджета. Так как бюджет Российской Федерации уже принят, то в условиях резкого падения доходов что необходимо сделать? Необходимо повысить эффективность расходования бюджетных средств за счет внедрения систем ключевых показателей и результатов деятельности для работников социальной сферы, основанных на оценке результативности работы, а не факте оказанной услуги, а также за счет перехода на методы целевого управления, ориентированных на результат. Следующий этап – это значительное в два и более раза по отдельным направлениям увеличение бюджетных инвестиций в человеческий капитал с целью повышения качества здравоохранения, снижения смертности, повышения материальной обеспеченности семей с детьми, обеспечение возможностей для женщин совмещать рождение детей и профессиональное развитие. От повышения доходов населения будет зависеть и как люди будут относиться к своему здоровью. В этом все это прописано в стратегии роста Бориса Юрьевича Титова. Заходите на сайт, скачивайте стратегию. Спасибо. Переходим к третьему вопросу. Это сбережение нации. Что предлагают программы ваших кандидатов в этом вопросе по одной минуте на ответ. Надежда Викторовна, пожалуйста. Владимир Вольфович неоднократно говорил, что бесценный капитал – это наши дети. Поэтому мы сегодня должны создать все условия для материнства и детства. Также мы должны пропагандировать культ семьи, увеличение семей, обязательно ввести поддержку массового спорта. Хотелось бы также отметить, что в программе Владимира Вольфовича Жириновского отдельным пунктом удалено здоровье у ребенка. Во-первых, это лечение детей в семейных и детских лагерях. Мы сегодня должны создать эту систему для отдыха по всей стране. Мы также должны развивать массовый спорт. Мы должны сделать дворовой спорт, обеспечить возможность для занятия физической культуры. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского. Пусть он въедет в Кремль, и наша многострадальная страна поднимется с колен. Спасибо. Вячеслав Семенович, одна минута сбережения нации. Уважаемые товарищи, конечно, надо реально переходить от лозунгов к делам. Поэтому, как хозяйственный, как руководитель, как патриот своей родины, Павел Николаевич Грудинин ставил перед задачей, что каждый человек должен быть обеспечен местом труда. За этот труд он должен получать достойную зарплату. И каждый молодой специалист, который оканчивал высшее образование, он должен быть обеспечен первым рабочим местом. Мы понимаем, что только в этом случае, когда человек имеет достойную зарплату, достойное будущее, соответственно, человек защищен. Человек, который защищен, он может ввести, который материально обеспечен, может ввести здоровый образ жизни. Соответственно, и это будет основа, залога развития нашего России и сохранения нашей нации. Голосуйте за Павла Николаевича Грудинина, и вы не ошибетесь. За Грудинина Павла Николаевича. Спасибо. Павел Алексеевич, сбережение нации. Программа вашего кандидата. Одна минута. Еще раз хотел бы поблагодарить наших оппонентов, которые, говоря хорошие вещи, фактически цитируют нашего президента, Владимира Владимировича Путина, который подчеркивает, что все наши действия, вся наша политика должна быть направлена прежде всего на сохранение человека, на сохранение нации. Это совокупность таких показателей, как демография, это здоровый образ жизни, это спорт и это социальная политика. Результаты. За 15 лет работы Путина мы стали жить на 8 лет дольше. 65 лет жили, стали жить почти 73 года. Посмотрите на огромное количество новых социальных и спортивных объектов нашей республики. У нас нет никаких проблем с занятием спортом. У нас не модно теперь заниматься какими-то нехорошими вещами. У нас модно вести здоровый образ жизни. И это результат политики Путина. Голосуйте за Путина, за его приоритет. Спасибо. Сергей Владимирович, ваша одна минута сбережения нации. Самый главный тезис – это повышение доходов населения. Без этого не будет никакого повышения нерождаемости. Борис Юрьевич Ситов предлагает создать до 2025 года 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест, построить более 4 тысяч заводов, а ипотека под 3,5-5% годовых. Это повлечет за собой увеличение семей, рождаемость детей. Демографическая ситуация за счет этого увеличится. При рождении следующего ребенка процентная ставка будет уменьшаться. Также сейчас в правительстве каждый год периодически рассматривают вопросы по повышению пенсионного возраста. Ни в коем случае это делать нельзя, потому что уровень жизни в стране и так небольшой. Голосуйте за Бориса Юрьевича Титова. Спасибо вам. Благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Я напомню, принимали участие от кандидата Владимира Жириновского Надежды Акимова, от кандидата Павла Грудинина Вячеслава Куличкина, от кандидата в президенты Владимира Путина Павел Маринычев и от кандидата Бориса Титова Сергея Тимошенко. Спасибо вам. Это были совместные агитационные мероприятия. К выборам президента страны 18 марта смотрите нас каждый день в 18.25. До встречи.